Генрих Вениаминович Сабгир – личность удивительно разносторонних талантов и неиссякаемой энергии. За 70 лет жизни он проявил себя как самобытный поэт, писатель, знающий переводчик, хороший сценарист. Библиотека номер 7 поселка Мамаксанского лесного порта предлагает вашему вниманию видеообзор «Веселые стихи» Генриха Сабгира. Генрих Сабгир родился 20 ноября 1928 года в городке Бийске Алтайского края. Он очень рано стал самостоятельно читать, посещал библиотеку, поражая библиотекарем количеством взятых для чтения книг. Первые сочинения Генриха стали появляться в 7-летнем возрасте. Мальчик пытался писать с первого класса, и в 1939 году в газете «Пионерская правда» было напечатано его первое стихотворение. А спустя 20 лет, в 1960 году, мир увидел первый сборник стихотворений для детей, назывался «Первое знакомство». «Умный кролик сел за столик», а затем в одно мгновение сочинил стихотворение «Умный кролик сел за столик». Это положило начало целой веренице детских публикаций великолепных стихов. Детским поэтом Генрих Сапгир стал случайно по совету поэта-фронтовика Бориса Слуцкого, который однажды произнес «Вы, Генрих, формалист, потому должны отлично писать стихи для детей». И тут же отвел его к своему другу Юрию Тимофееву, который был главным редактором издательства «Малыш». Юрий Павлович и попросил поэта Генриха Сапгира «А напиши-ка ты для нас стихи». «О чем?» – спросил Сапгир. «О чем угодно. Ну, например, о том, что на дворе апрель». «А если апрель, то можно я напишу про котов?» «Хорошо», – сказал редактор. И получились такие стихи. «Мяу! Наконец тепло! Весна! В апреле к кошкам не до сна! Не понимаю, как в апреле ребята могут спать в постели! Гуляли бы себе по крышам, под месяцем, большим и рыжим!» Далее детские стихи посыпались, как из рога изобилия. Сборники «Трамвай-трамвайич», «Птицы в тетради», «Здравствуй», «Четыре конверта». Стихи рассказывали детям о полезных вещах и навыках, необходимости соблюдения личной гигиены, о том, что такое металлолом, о различных профессиях. Его детские стихи – легкие, хорошо рифмованные произведения. Например, сорванцы. В одном магазине продавцы решили подшутить над покупателем и вместо леденцов взвесили ему 200 граммов сорванцов. И что же было дальше? Сорванцы, крошечные человечки, в леденцово-полосатых футболках, оказавшись у покупателя дома, разбежались кто куда. «Лови их теперь!» Один в мыльнице, другой в чернильнице, двое забрались под диван, а целые десяток прямо в карман. Вы бы справились с такой несносной оравой? А удалось ли герою этого стихотворения навести порядок и поменять сорванцов на леденцы? Об этом вы узнаете из книжки. Открыв книгу Генриха Сапгира «Леса чудеса», вы познакомитесь с удивительной страной под названием «Хохотание» И живут в этой стране самые веселые люди на свете – смеянцы. Даже ужасный огнедышащий дракон не может испортить им настроение. Такие же приятные в общении существа обитают по соседству с Хохотанией в удивительных лесах-чудесах. Здесь обожают ходить друг к другу в гости, играть в прятки и отгадывать загадки. Где-то здесь целый год проспал потерявшийся морозко-младший брат морозов и метелей. Именно тут бегают среди деревьев, загадочные бежали, пляшут на лужайках беззаботные плясали и тихо переговариваются, журчат, скромные журчали. В леса чудеса мы поедем с тобой, там бродит у озера лось голубой, там чащу хвостом подметает лиса, чтоб чистыми были леса чудеса. В леса чудеса мы поедем, там встретимся с умным медведем, заглянем к сове в дупло, в дупле у совы тепло и светло. Две лампы, два глаза совиных, и тут же диван на пружинах. Рассядемся я и ты и медведь, и будем лесную песню петь. Поэзия Генриха Сапгира великолепна, фантастична и всегда очень нравится детям. В книгу «Чуридила» вошли необычные, но очень веселые и поучительные стихи, прикоснувшись к которым вы уже не сможете оторваться. Чуридила, чурина, круглолицый, как луна, сорок ручек, сорок ножек, он плясать и прыгать может, и глядят на нас сорок синих глаз. Читатели с большим удовольствием прочитают необыкновенные и увлекательные истории про мигунов и чихунов, про многоликого чуридила, у которого сорок ручек и сорок ножек, про морскую собаку, про планету шаров, про бездомную лягушку, которая любила петь, и еще много-много самых радостных и забавных стихов. Принцесса была прекрасная, Погода была ужасная, Днем во втором часу Заблудилась принцесса в лесу, Смотрит, полянка прекрасная, На полянке землянка ужасная, А в землянке людоед, Заходи-ка на обед. Каждый помнит эти строчки по замечательному мультфильму, но не все знают, что эту смешную, абсурдную историю про принцессу сочинил Генрих Сабгир. В этой книге вы найдете и другие смешные стихи Генриха Сабгира. Смеянцы, небылицы в лицах, Про Фому и про Ирему. А вы знаете, что существуют самые важные слова? И что же будет, если эти самые важные слова вдруг пропадут? «Где же твое здравствуй?» Взял петух горластый. «Где твое спасибо?» Проглотила рыба. «А скажи, пожалуйста, где твое «пожалуйста»?» Пробегал сердитый пес и, пожалуйста, унес. «Ну, тогда прощай». «Куда ты?» Отвернулись все ребята. Не хотят со мной дружить. Что мне делать? Как мне жить?» Если, подобно герою этого стихотворения, ребенок где-то растерял все вежливые слова, да еще и ссылается на то, что у него утащили их разные звери и птицы, то стоит его предупредить, что так он может и друзей растерять. Но есть волшебное средство, которое вернет друзей. Надо просто пойти и забрать вежливые слова обратно и пользоваться ими почаще. Детские стихи Генрих Сапгир писал так, чтобы было интересно самому, чтобы понравилось взрослым, чтобы обрадовались дети. Это доказывает, что написанные им стихи работают 365 дней в году, каждый день, и даже вечером, и даже ночью. Желаем вам приятного знакомства со стихами Генриха Вениаминовича Сапгира. Ирина Каппиньевна,